Радио Болтком. Другое радио. У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 9. Я думаю, добрый день еще раз. Я думаю, наши радиослушатели уже заметили, что каждый четверг после выпуска новостей 18.09 сейчас мы вот такую запустили новую передачу. Это уже третий будет эфир с Никитой Никифоровым и Сергеем Потапкиным, депутатом СИИМа. Видите, как я их скрестил, но ошибка была весьма характерная, поскольку сегодня Сергея Потапкина нет, Никита Никифоров вместе со мной и в гостях у нас политолог Филипп Раевский. Добрый день. Добрый день. Всем участникам. И вот в этой передаче «Власть по четвергам» мы обсуждаем самые интересные события, которые были в парламенте, вне его. В общем, самые актуальные политические события, хотя я думаю, сейчас, к примеру, политику от экономики уже отделить на них невозможно. Не правда ли, Никита? Ну, эти две категории, безусловно, взаимосвязаны. Главное понимать, что у нас все-таки идет первое. Или мы подстраиваем свою внешнюю и внутреннюю политику, исходя из наших экономических задач, или наоборот. Ну и раз мы начали с политики и экономики, это, наверное, одна из самых существенных, пока еще недооцененных новостей, это ратификация в первом чтении договора о фискальной дисциплине. Вот Филипп Раевский, видимо, улыбается, но по другому поводу, по поводу фискальной дисциплины, действительно, нам сейчас, пока не менее, многие депутаты, отправящие лица, говорят о том, что это такая вот панацея, что у нас будет фискальная дисциплина, мы будем жить только посредством, у нас не будет то, что вот происходит сейчас в Греции. Вот они нам говорят, видите, что в Греции происходит, показывают нам пальчиком. Вот чтобы этого не было, нужно вот фискальная дисциплина, вот, Никита, как ты к этому относишься? Вроде бы мы все знаем, что лучше жить посредством, лишнее не тратить. Тут, скорее, взаимосвязь как раз противоположная, что вообще этот договор о фискальной дисциплине-то и появился благодаря тому, что происходит в Греции. Не было бы греческой ситуации, и по большому счёту, может быть, и не было бы этого договора, да? Что меня интересует, вопрос у вас всеми, когда вы дебатируете насчёт этого вопроса, и задался ли кто-то вопросом, а что будет происходить с нашей, опять же, ситуацией, в контексте фискальной дисциплины, и нашего Центробанка, и нашей госкассы, и в контексте того, если Греция выходит из ЕС, из еврозоны, нет. Тут главное, что интересно, возможно, тогда её могут и тогда и совсем из ЕС попросить. Потому что, понимаете, они же будут сразу источником экономических беженцев. Моментально. Потому что там начинается хаос. Мы видим, что сейчас люди вынимают деньги из банков. Да. Если мы смотрим, что происходит в Евросоюзе, Великобритания вчера заявила, что они уже имеют план защиты своей экономики в случае того, если вдруг начинается хаос в еврозоне, как они защищают свои банки и свою экономику. Я думаю, что другие страны, которые не в еврозоне, но которые в ЕС тоже, об этом подумают. И тут самое интересное, что сказал на этот вопрос наша госказна. Наша госказна объявила, что они, зная вот эту проблему, потому накапливают в больших количествах на своих счетах латы. Ах, вот это латы. Которые привязаны к еврозоне. Вот так они готовятся к переходу в еврозоне. И параллельно этого мы делаем фискальную дисциплину под того, чтобы попасть в еврозоны. Но самое интересное, что госказы, по-моему, правильно делают. Вот я так нутром чувствую, что они правильно делают. Нет, но копить, конечно, хорошо, что и когда. Ну, жили доллары. Все должно происходить в нужный момент, потому что все циклично и этапно. Кстати, о долларах говоря, надо заметить, что последние транши госзаимствования были точно в долларах, а они накапливают латых. Да, мы тут находимся в некоторой патовой ситуации, потому что вроде как у нас есть своя валюта национальная, но мы не можем использовать все те инструменты регулирования, которые использует та же Великобритания, которая обладает своей валютой, потому что лат жестко привязан к евро. Нет, ну тут опять же я согласен, что мы не можем. Потому что если бы мы начали, так как мы вели свою экономику последние 6-7 лет, еще начали бы свою фискальную политику и монетарную политику вести, тогда у нас еще и монетарная политика была бы там, где наша экономика и фискальная политика. Я готов согласиться с тем, что жить нужно посредством, но зачем спешить ратифицировать этот закон, который еще не ратифицировали, договор прошу прощения, который не ратифицировали многие страны Евросоюза еще, а в некоторых даже пройдет на эту тему референдум. А я скажу, зачем. Я думаю, что это даже правильно, поскольку мы в эти рамки достаточно свободно входим, в тот же момент на кредитные рейтинги наши цены заимствования, это будет позитивно влиять. В таком случае, я думаю, что Латвия сможет намного дешевле, например, финансироваться, чем Литва и финансировать свой госдолг. Да, но договор-то начнет действовать только после вступления Латвии в еврозону. Да, но он показывает то, что мы готовы работать в соответствии с определенными принципами, которые уже важны. Это готовность работать в соответствии с принципами, это уже для кредиторов, я думаю, приятная новость. Но здесь я готов поспорить, потому что, по-моему, мы все эти годы доказывали абсолютную готовность выполнять любые требования, подчас даже порой и абсурдные. Но я бы бросил в дискуссии еще один вопрос, который может быть даже более важным, по крайней мере, на перспективу, чем вот эта фискальная дисциплина, это вопрос вот этого увеличения пенсионного возраста. С одной стороны, вроде бы мы люди еще достаточно молодые, вот все втроем сидящие, вроде бы нам еще о пенсии думать рановато, с одной стороны. С другой стороны, вот если ты начинаешь об этом печальном событии размышлять, то создается ощущение, что вообще непонятно, стоит ли нам надеяться на пенсию от государства. Я думаю, что люди, которые сейчас младше сорока, я думаю, или младше сорока пяти, тут расходятся мнения, могут забыть о пенсии как таковой, потому что для нее нет основания. То есть я вижу, что Никита с этим спорить не будет, да? Во-первых, три тезиса. Во-первых, я думаю, что о пенсии надо начинать думать ровно в тот момент, когда ты начинаешь работать. О ней надо думать постоянно. А я думаю, что в нашей объективной реальности, к сожалению, рассчитывать на государственную пенсию как таковую не приходится. Хотя бы по той причине, что когда я выйду на пенсию, по всей видимости, пенсионный возраст тоже будет 65, а средняя продолжительность жизни у мужчин, по-моему, 62,5, да, Влад? Ну, сейчас говорят, что уже 64. Ну, я думаю, что к тому моменту, когда ты выйдешь на пенсию, там будут немножко другие цифры. Но что любопытно, я, например, общался с одним человеком, который родился еще до войны, но мы можем войну и то время, пока он жил до войны, вычистить, потому что он был ребенком. Но после этого он насчитал шесть реформ денежных. Шесть. То есть он пережил шесть реформ. Его шесть раз обчистили. А если взять еще, когда он был ребенком, какая-то реформа его родителей. Это не трудовая жизнь. Да, не трудовая. Я говорю о трудовой жизни. Шесть реформ. Потом реформа была по его обчистили. И все шесть были те, которые, ну, мы же помним, 150-рублевые номиналы, когда вынимали, мы помним. Когда латы увели, как это было. Репшики. Репшики еще сначала. Хорошо, потом были в советское время. 61 год был, да, реформа. Еще до этого, после Сталина была реформа. Сталинская реформа. Ну, так там уже хватает. И потом еще репшики перешли на латы. Еще Павловская реформа была. Да, Павловская реформа. Еще мы можем смотреть в случае лата, когда он прикреплялся к евро. Там тоже был, он прикрепился в нижайшей части. То есть там тоже, как бы, мы смотрим по эквиваленту, что-то потерял народ. Так что в контексте вот этой информации очень вообще забавно смотреть на накопление в контексте своих пенсионного возраста. Это в дальнем будущем. Здесь, безусловно, все-таки базисным является количество людей в вопросе демографии. Тех, которые платят налоги, да. И если мы экстрапопулируем ту тенденцию, которая существует там хотя бы на 10 лет сейчас, да, то картина становится еще более оплачевной. Поэтому... И некому зарабатывать. Совершенно верно, да. А вот этой проблемой мы как раз занимаемся, на мой взгляд, довольно слабо. И несмотря на смелые предположения, предложения, точнее, некоторых людей от бизнеса давать определенные цифры, определенные денежные суммы за рождение ребенка. Вот буквально это было вчера или было вчера. И на тях было вот из Реттого банка предложение все-таки вот давать большие суммы. Правда, я думаю, что, конечно, сама идея увеличить пособие, конечно, позитивно, но вопрос только в том, каким способом. Потому что не факт, что если мы отдельным родителям дадим вот сразу эту сумму, то они дойдут до ребенка. Мы знаем, к сожалению, население у нас разное. Ну, мы сейчас, наверное, не будем на этой теме зацикливаться. Все-таки, чтобы закончить эту тему фискальной дисциплины, может быть, объясните нашим радиосуществителям, Никита, в первую очередь, вопрос вам. А что произошло с зелеными крестьянами? Почему они поддержали и обеспечили? В следующий раз, я думаю, мы кого-нибудь из них тоже пригласим, пускай нам объяснят, но тем не менее. Ну, в первую очередь, конечно, это вопрос к зеленым и крестьянам. Я могу только предположить. Да, вот мне даже интересно предположить. Потому что без них же не было бы конституционного большинства, решение не было бы принято. Ну, то есть, совершенно верно. Для ратификации этого договора необходимо конституционное большинство, то есть, две трети голосов. И зеленые крестьяне сегодня поддержали. Как я знаю, после долгих внутренних дискуссий мотивировали они это пока, по крайней мере, так, что в первом чтении. Но мне известно, что вчера на заседании фракции у них был премьер-министр Валдис Домбровский, который различными способами, я предполагаю, по всей видимости, пытался их уговорить, поддержать этот договор. Но, видите, зеленые крестьяне – это такая довольно условная, на мой взгляд, оппозиция, которая одну ногу держит в дверях и пытается все время не дать этой двери закрыться. Поэтому, в принципе, исходя из политической логики, это было довольно ожидаемо. У меня вопрос к вам, Никит. А как вы думаете, вот как вы своим политическим внутренним чувствуете, в этом торге, который происходил между Единством и Зеленой Крестьяне, уже были учтены те места в советах предприятия, о возобновлении которых говорит министр экономики? Слушайте, гениально, гениально. Все уже забыли, что у нас сейчас готовятся новые структуры будут созданы. У 10 предприятий будут возобновлены профессиональные советы. Не новые, а возвращаются старые. Не только профессиональные, это будет только высокого уровня профессиональных. Но вы забыли, что кроме советов еще будет новая структура создана, которая будет над советами управлять предприятиями. Но не всеми. Часть министерства решила сохранить контроль за предприятиями. Я думаю, что это яркая иллюстрация того, что уверение нашего премьер-министра в том, что кризис закончился. Это возвращение советов. Ну, это, конечно, о каком кризисе говорить, потому что у нас финансовые, да, экономические, я все-таки не согласен до конца. Но, опять же, вопрос, а как Центр Согласия думает, как оппозиционная партия насчет возрождения советов? Он поддерживает или нет? Ну, скажу честно, конечно, загоняет меня Филипп в угол своими вопросами. Представитель Центр Согласия, это не будет. Это я вам сразу говорю. А у нас пока в повестке... Они все еще думают, что они могут быть когда-нибудь. Пока до нас это не дошло, как бы, в повестку дня, да, но я рассуждаю исключительно прагматично. На самом деле, как и в любом другом вопросе, в этом есть как свои плюсы и минусы. В наличии совета на госпредприятии, я имею в виду. Так, какие плюсы? Нет, ну, плюсы в том, что в теории, я подчеркиваю, в теории, работа отдельно взятого госпредприятия должна стать более спланированной, более прозрачной. Будут выдвигаться ясные, четкие цели советом, а правление будет исполнять и так далее. Но, к сожалению, в практике, на мой взгляд, советы себя в госпредприятиях настолько дискредитировали, что я лично выступаю против возвращения советов в госпредприятии. Ну, я думаю, что тут вопрос не столько в советах или в правлениях, а в практике. Ну, и в тех людях, которые там будут сидеть. Проблема, я думаю, в том, что, в общем, в Латвии, если мы смотрим на правление госпредприятий и представителей правлений, ошибок, как мы знаем, было допущено немало за последних 15-20 лет в работе госпредприятий. Но реальную ответственность, в том числе уголовную, которую предвидит закон за работу неудачную в правлении, никто не понес. И это и есть, я думаю, основная проблема в том, насколько безответственно часто руководят госпредприятиями. И советы, главное, новые, это не решат. И не секрет, что советы-то были сформированы по политическим признакам, а не по профессиональному. И будут. И будут тоже. Я думаю, что ничего не поменяется, не верю я в это. Вот так вот. Никита Никифоров, Филипп Раевский у нас в студии. Мы вот обсуждаем самые актуальные события. Ну, сегодня, я думаю, наши радиослушатели тоже обратили внимание. Мы об этом сообщаем в новостях. Было очень жаркой дискуссии. Но самое интересное, даже не столько по фискальной дисциплине, сколько по этим пресловутым языковым изменениям в законе о труде. По-моему, дискуссии длились больше часа, и каждый высказывал свои аргументы. Но пока эти самые радикальные предложения от ВИСУ Латвии и ТБ не прошли. Основная суть предложения в том, что запретить работодателю предъявлять какие-то языковые требования при устройстве на работу своим работникам. Необоснованные. Правда, не сказано, что считать обоснованными и необоснованными. Вот, Филипп, как вам кажется, вот вы, допустим, частный предприниматель, вы хотите принять какого-то работника. Ну, дело дошло до собеседования, да? И что получается, что вы не можете спрашивать, а какими иностранными языками вы владеете? Он вас возьмет и засудит. Честно говоря, я всегда спрашиваю, я еще хуже, я еще экзаменую. Люди должны на тех языках, которые они указывают, и прочитать что-нибудь. А не просто указать, что я? И написать, конечно, потому что, как мы знаем, написать можно много чего. Бумага терпит все. А ты должен знать, если ты знаешь язык, то есть говорить, читать, писать. Ну, и тогда все нормально. Я считаю, что это абсолютная глупость, потому что, во-первых, предприниматели указывать. Ну, не указка в этой ситуации государства, потому что мы зарабатываем деньги и платим налоги, то есть я имею свободное право все-таки квалификацию, потому что я считаю, что знание языка – это квалификация. Однозначно, однозначно. И если человек квалифицированный, он всегда будет, ну, в очереди впереди того, который не квалифицирован, и все. Мне кажется, здесь еще одна, мне так кажется, опасная тенденция, что определенная часть политической элиты говорит своему населению, определенной части, что, ребята, если вы чего-то не знаете, то мы вас защитим, вы правильно делаете. Вот мне это кажется неправильным, да, мне кажется, наоборот, что политическая элита должна была сказать, ребята, чем больше языков вы знаете, и государство вам в этом поможет, тем вы более конкурентоспособны. Это не только к русскому языку, но и к английскому, французскому. Я думаю, что лучшая модель, которую мы можем в Европе увидеть, это Голландия. Там люди знают в среднем 4-5 языков. Поэтому именно знают не просто так, чтобы спросить, сколько стоят магазины. Они знают эти языки, и это дает им просто несравненное конкурентое преимущество во всей Европе. Голландцы везде работают. И кроме того, вместо того, чтобы стимулировать изучение языков иностранных, речь идет об иностранных, но все, естественно, подразумевают в первую очередь и русский. Он уже иностранный, считаю. Он иностранный, да. Вместо того, чтобы стимулировать, появляются такие поправки от ВИСа Латвии, которые, к сожалению, даже не выдерживают юридической критики. Потому что что значит необоснованное? А кто проверять будет, обоснованно работодатель требует или необоснованно? Найти ответа на этот вопрос не удалось ни в ходе заседания ответственной комиссии, ни в ходе сегодняшних дискуссий. Действительно, абсурдные поправки на МСК, а еще более абсурдно, что на них мы дебатировали больше, чем о законе о фискальной дисциплине, который имеет куда более значительные последствия для Латвии и для Евросоюза в целом. Это все подвязывается, опять же, в том старом, о котором я неустанно говорю. Проблемы нашей системы образования. И система образования производит рабочую силу, которая неконкурентоспособна. И тогда всякие уловки а-ля язык или какие-то другие, они чтобы увеличить конкурентоспособность определенных частей населения. У нас очень много звонков, будем их принимать. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Вы говорили про реформу денежную. Интересно, а по какому курсу будут обливать кредиты, которые взяты в Латвии, в Евро? Это первое, хотел спросить. Хороший вопрос. Второе еще. Центр согласия поддерживал снижение налогов, мотивируя тем, что это увеличит общую базу поступления налогов. В этой связи ожидает ли пополнение бюджета в связи с снижением подоходного налога? Бюджета Риги, центр согласия, да? Ну и последнее хотел спросить. Вот у Потапкина спрашивал, он говорит, могу выразить только личную позицию. Но тут господин Никифоров предположил за зеленых и крестьян. Может быть, он предположит за центр согласия, какая позиция по поводу нулевого гражданства у центра согласия как фракции? Спасибо. Ну, начнем в порядке того, как вопросы были заданы. Значит, если ничего экстраординарного не произойдет, и мы в 2014 году вводим евро, то, по всей видимости, перевод и кредитов, и всех вообще цен, всего, что у нас... И проценты по кредитам будет при счете на евро, да? Все, что у нас будет из латов в евро, будет происходить по тому самому курсу, который сейчас зафиксированным Банком Латвии, в коридоре полтора процента, да? Там это, ну... Один процент. Один процент. 0,7, 0,2, 8, что-то 4, колебания плюс-минус один процент. Ну, на тот момент, когда мы перейдем, разумеется. Ну, да. Ну, то есть, но все равно это колебание не может больше одного процента быть. Второй вопрос был по поводу бюджета и поступлений. Знаете, говорить о бюджете самоуправления и его поступления в связи со снижением налогов, за которыми мы тоже, кстати, сегодня проголосовали, это НДС и подоходный налог с населением. Подоходы только со следующего года, да? Да, только со следующего года, но там график на 3 года или на 4. И пока я вам не могу прокомментировать, как это скажется именно на бюджете рижского самоуправления, но в целом я не думаю, что это принесет большой негативный эффект, потому что действительно расчеты показывают, что ожидается все-таки прирост собираемости, несмотря на снижение. Здесь можно дискутировать правильно... Просто выгоднее будет платить, чем в двойную бухгалтерию вести, да? Здесь можно дискутировать, правильно ли там снижать налог, а не поднимать, допустим, необлагаемый минимум и так далее, и так далее, но все, уже принята эта модель, да? И безусловно, я думаю, любой депутат, любой партии всегда с удовольствием проголосует за снижение налогов. Ну, чего уж греха-то есть. Да, и по поводу нулевого. Вы знаете, ну, вы... Вопрос, опять же, что не в бровь, а в глаз, как называется. Здесь я, честно скажу, не возьмусь я предполагать за центр согласия о том, как мы себя будем вести, когда это придет в Сейм, и придет ли это вообще, и как это будет все происходить, да? Потому что я подозреваю, что могут быть различные мнения, может быть дискуссия, но в конечном итоге... А вы больше склоняетесь к нулевому варианту? Потому что здесь, правда, тоже должны юристы обсуждать, что такое нулевой вариант. Это то, когда ты подаешь заявление и по поводу тебе предоставить, или тебе автоматически его дают, потому что, видите, с этого момента уже прошло 22 года, и многие неграждане уже, к примеру, не хотят брать гражданство. Есть и такой вариант. Или вы, в принципе, за нулевой вариант? Я действительно знаю тех людей, которые принципиально не хотят проходить, по крайней мере, процедуру натурализации, именно процедуру натурализации, да? Я склоняюсь за то, что проблему эту надо решить, потому что 350 тысяч неграждан, у нас и так мало, жителей Латвии. И 350 тысяч неграждан, хотелось бы, чтобы они стали все-таки гражданами. Да. А как ее решить? Это вопрос большой дискуссии. Но, к сожалению, у многих существуют политические какие-то непреодолимые препоны, для того, чтобы это открыто обсуждать и искать компромиссы. Ясно. Ну, сейчас у нас небольшая пауза новости рекламы. Никита Никифоров, Филипп Раевский у нас в студии. Оставайтесь с нами. Еще раз добрый день. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Филипп Раевский, политолог известный и не менее известный депутат Семы Никита Никифоров. Еще у нас, как обычно, соведущий есть, Сергей Потапкин, которого в командировке я узнал с удивлением, что аж в Туркменистане. Совершенно верно. В Туркменбаши, видимо. Да. То есть, видимо, он нам расскажет потом о том, что там... Будем надеяться. О их демократической модели. Да, да. Да. Кстати, о демократической модели. Вот сейчас многие идут постоянно споры. Сначала всем казалось, когда правящая, а именно Венатриева, предложила ужесточить процедуру референдума, знаете, что 50 тысяч подписей, и все кричали, что это ограничение демократии. Я, в принципе, согласен. Но здесь появились разные мнения, в том числе экспертов, политологов, которые вроде не связаны с правящей коллекцией, которые говорят о том, что, а может быть, действительно надо как-то вот эту систему упорядочить, потому что иначе получается, что всего 10 тысяч, это 0,6% от всеобщего населения, может определять политическую повестку дня. Вот давайте поразмышляем. Может быть, надо было найти какой-то промежуточный вариант. То есть, не 153 тысячи, а 20 тысяч, или 30 тысяч, или 50. Не, ну я думаю, что тут вопрос, как бы, одна из подводок, которую я слышал от Венатриева, что это вопрос фискальный. То есть, 10 тысяч собирает, и мы сразу 2 миллиона делаем. Если в Венатриеве начинаются большие затраты государственные, короче. Да. Притом с непредсказуемым результатом. Да, после 10 тысяч, чтобы собрать 150, там уже государство платит. Ну, минимум миллион уже потратили. А потом еще, ну там, большие деньги, короче. И если мы говорим не с демократической, то есть, к сожалению, а с денежной, тогда можно согласиться, что надо поставить, что должны быть ответственные люди, которые отвечают за этот процесс, которые берут на себя и финансовую ответственность. То есть, в случае, если они хотят просто манипулировать общественным мнением, использовать этот инструмент как часть своей предвыборной или какой-то другого рода агитации, чтобы они финансово отвечали, в случае, если общество их не поддерживает. То есть, они не собирают, и тогда они должны покрыть государственные издержки. Но в тот же момент все-таки оставить достаточно открытые двери, чтобы этот процесс мог происходить, и чтобы не были ограничены права гражданские на голос. Я думаю, что это всего лишь один из аспектов финансовый. Он тоже, безусловно, немаловажный. Но давайте, я думаю, будем честны сами собой. Все это началось, потому что правящим не понравился вопрос последнего референдума, который у нас здесь был. Ну, это довольно честно и откровенно, хотя они этого, конечно, не признают, и публично, по крайней мере. Финансовый аспект тоже немаловажен, но первоочередным, я думаю, является именно этот. Что касается самой этой процедуры, то я думаю, что ее, безусловно, надо модернизировать. То есть, во-первых, это возможность сбора этих подписей через интернет, безусловно. Во-вторых... Это уже смешно, и когда это будет? Я сейчас дойду до этого, я расскажу об этом. Во-вторых, я думаю, что действительно можно поднять планку с 10 тысяч, но не на 150 тысяч. Нет. Я думаю, что максимально, максимально это могло бы быть 50 тысяч подписей, а еще лучше всего лишь 30. Но это мое мнение. 10 тысяч действительно маловато для того, чтобы инициировать вопрос, скажем, изменений в Конституции. Что касается электронной подписи. Этот вопрос как раз недавно обсуждался на одной смежной комиссии. И, в принципе, ситуация следующая. На сегодняшний день существует только один портал, который может абсолютно достоверно заверять безопасно эти подписи. Это Латвия ЛВ. Это все. Да, это все. Но когда мы доходим до количества людей, которые обладают этой электронной подписью, которые ее получили. То есть мы отстали страшно. Да, там их всего лишь порядка тысячи человек. Потому что нету нужды. Зачем? Нету нужды. Конечно. Это раз. Варианты типа интернет-банк, еще что-то. Это в данном случае не проходит. По крайней мере, пока. Поэтому я считаю, что поднимать планку можно только с возможностью введения подписи через интернет. Потому что это удобно, это бесплатно и это оперативно. А в других случаях мы этого делать не можем. Но это вообще в целом касается и голосования через интернет, и всего остального. Что у нас, в принципе, я считаю, довольно слабо развито, к сожалению. Еще хотел спросить такой вопрос, наверное, который часто нашему уваженному политологу Филиппу Раевскому задают. Это вопрос о стабильности правительства. Вот помнится Берзинч, президент, который весьма такой осторожный, в какой-то степени консервативный, сказал откровенно, что для меня было бы хорошо, чтобы это правительство доработало до следующего парламента. Не нужно называть нового премьера. Ну, по-теористскому понять можно. Меньше хлопот. Но такое ощущение создается, что это вполне реальный прогноз. Конечно, это реальный прогноз, потому что, во-первых, эта коалиция такая же, как все остальные. То есть, ее не способна оппозиция никаким образом свергнуть. Она может только свергнуть сама себя, то есть, через противоречия между партнерами по коалиции. Но в этой ситуации надо помнить, кому что выгодно. И я думаю, что Домровский с очень выгодной позицией сейчас, как премьер-министр. И я думаю, что максимум, что мы можем ожидать, это, может быть, перестановки каких-то министров. Но если мы смотрим, как олицетворение правительства этого премьер-министра, допускаю, что очень большая возможность, что он доработает до выборов, если ему, конечно, самому не надоест, и он не уйдет в отставку. Но на нынешний момент у него шансы очень большие, и его рейтинги хорошие, рейтинги единства хорошие. То есть, они себя могут чувствовать очень стабильно, и оппозиция очень слабая. В общем, никакая. Вот так. Пошли комплименты. Ну, а что, вы, как представитель оппозиции, у вас есть инструмент, как вы можете повлиять на правительство? Только вот именно тем путем, который политолог озвучивал, это усиливая их внутренние разногласия, там, где это возможно. Но это может продолжиться и до следующих выборов всей. Это действительно непрогнозируемо, но прогнозы дела неблагодарны. Оппозиция в любом случае делает все, что в их силах в данном вопросе, но и не забывает между делом заниматься самым главным, работать, разрабатывать законодательные акты. Но, к сожалению, у нас же как все, что делает оппозиция, это не очень хорошо, а если быть точнее, то совсем плохо. Поэтому мы сначала это отклоняем, а если идея неплохая, откладываем на полгодика и возвращаем в Сейм уже с инициативой отправящих оппозиции. Тогда я уточню, что я хотел под никакой подразумевать. Это то, что оппозиция расколота. Вы с зелеными крестьянами совершали расколот. Если бы вы были, например, как оппозиция единый, с единым мнением, например, не прошел бы пакет законов по фискальной дисциплине, и это была бы уже совсем другая ситуация для Домровской. То, что он может, вы его покажете как-то там, коалицию, что-то там усиливаете, да, усиливаете, а он уже расколол вас. Но это то, с чего мы начали передачу, что зеленые довольно условная оппозиция в нынешнем Сейме. Им просто выгодно, потому что они понимают, что в следующем Сейме очень возможно, что с этими партнерами не будут делать коалиции. А давайте пойдем от противного. Допустим, вот сейчас мы предположим такой вариант, что оппозиция была бы очень сильная, монолитная, то есть там зеленые крестьянецы полностью все согласовывают, и даже бы создали, я вот сейчас фантазирую, теневой кабинет. Понимаете, у нас давно уже в парламентах не было теневого кабинета, хотя это вполне нормальная тема шартическая партнер. Может быть, вы еще к этому придете. Допустим, она есть. А что дальше? Какие у вас есть возможности раскачать, вот если так говорить грубо, эту лодку, имея всего вот сколько там, 44 голоса, да, по-моему? Вот эта раскачка и происходит в том, что вот мы смотрим, на чем же держится эта коалиция. Посмотрим реально. Она держится на шести голосах шестерки волштенцев. Да, если математически посмотреть, то это нужно. Да, если есть объединенная оппозиция, которая способна между собой координировать свою деятельность, которая как бы не компрометирует друг друга через свои политические взгляды, в этой ситуации тут начинается уже торг насчет этих шести возможных депутатов. Может быть, это не эта шестерка, это может быть другие шесть депутатов из других фракций. Например, очень хороший потенциал для такой, новой еще шестерка, которой переманить, это фракции партии Реформ Закклерса, потому что партия Реформ Закклерса, ну, не популярная, она потеряла все. И в этой ситуации, я думаю, многие задумываются, а что делать дальше? А что еще терять, да? То есть терять еще более нечего. Ну, они наверняка уже начинают посматривать на возможные платформы для следующих выборов. В Зеленой Крещере на них неплохо. Но это, может быть, может быть поближе к муниципальным выборам, нет? Нет, я думаю, это точно к Сайминовским. Нет, я имею в виду раскачивание лодки. Но я думаю, что это невозможно, потому что вот из-за этого языкового референдума Центр Согласия очень трудно найти себе партнеров. Именно из-за этого, да? Да, именно из-за этого. А скоро забудут, или думаете? Я думаю, что это не забудется так скоро. Я думаю, что это будет проблема, которая зацементирована на два созыва точно всеми. Даже еще к Сайминовскому созыву. Потому что посмотрите назад исторически, сколько прошло с того времени, когда первый человек из, если мы говорим о русскоязычной части политического спектра, получил реальную должность у власти. Это был Сергей Леонидович Долгупов как вице-мэр. И это было когда? И мы смотрим, чем поплатилась та партия, которая взяла тогда... В 2002 году было, да. ...за пчел, взяли тогда в коалицию. Партия эта поплатилась со Сайминовскими выборами. Это были социал-демократы. Да. Им пришел конец, я извиняюсь. Да, потому что все тогда... О, вы взяли вот этих... Сейчас, да, рука Москвы, переименуются улицы на русский лад и так далее, и так далее. Ничего такого не было, и это был первый шаг, который дал возможность Центру согласить дойти до того, чего мы видели после предыдущих выборов, то есть реальных переговоров о коалиции. Но сейчас это опять мы возвратились в 2002 году. Ну, к вопросу об этнических голосованиях, так называемых, по большому счету. Это вопрос не об этническом голосовании, это вопрос о расколе общества. Потому что то, что было сделано за вот этих 10 лет, это удачно нескольким господам из достаточно радикальной, я еще не знаю, как эта организация называет и как будет называться. Общественная организация. Общественная. Удалось расколоть опять общество. Ну, мне кажется, еще один момент, вот кроме того, что вы сказали, мне кажется, что еще один момент, такое ощущение, что коалиция, может быть, мне так показалось, очень боится вот вису Латвии. Потому что любое движение в какую-то сторону Центра согласия, и что будет воспринято ими, вот они будут кричать, что это предательство национальных интересов. И все боятся, ведь мы даже читаем публикации, и такое ощущение, что повестка дня заседания коалиции тоже зачастую определяется вот вису Латвии, которая со временем какие-то инициативы. Или это, вы думаете, обманчиво? Это, я думаю, обманчиво, потому что если мы смотрим, как изменилось само единство после этого референдума, тогда я бы сказал бы, что вису Латвии даже потеряло очень много, потому что движение единства в сторону национальных вопросов, оно было настолько сильное, что я думаю, что они создают риск для вису Латвии, а не вису Латвии для них, потому что они могут смести их нечаянно со спектра. Они очень большие сейчас. К сожалению, единство в этой коалиции чувствует себя максимально комфортно именно с этими партнерами. А вот что касается так называемой шестерки Олштейна, вот это, на мой взгляд, довольно интересный вопрос, потому что, ну, все-таки непонятно для меня, по крайней мере, за счет чего они до конца держатся в этой коалиции. А вот мы кого-нибудь из них, наверное, пригласим в студию? Может, они нам расскажут? За счет своих шести голосов? Там ответ элементарный. Нет, ну, понятно, что за счет чего? Да, математик, это золотая акция. Но золотые шесть голосов. Что с ними будет дальше? У них же тоже появляется этот вопрос, так же, как и у членов партии. То есть вы беспокоитесь за их судьбу? Да. Ну, я не могу сказать, что я беспокоюсь за их судьбу. Или с этой согласия глобальной интересуется их судьбой? Я просто всегда считаю, что, чтобы понять, как другой думает, надо поставить себя на его место. И вот если я себя ставлю на место их, я не понимаю. А вот послушаем, что сейчас думают наши радиослушатели. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Я думаю, единство боится не вису Латвии, да, а то, что они мобилизовали перед референдумом латвийского общества, да, вот этой крайне национальной риторикой. Но теперь, если они отступят от своей риторики, да, то общество там мобилизовано, да, и вот тогда уже перейдут к единству и к другим этим людям. Они заложники своей собственной риторики, своей собственной националистической политики, да, и поэтому не могут никуда отступиться. Я ничего не комфортно. Комфортно пока чувствуют, да, но до ближайших, так сказать, выборов, например, в муниципалитете. Тут можно совершенно согласиться слушателям. Тут получилось так, что единство себя заложило, а Линдерман заложил центр согласия. Без его воли, по всей видимости. Да, без его воли. Я думаю, что это была воля обстоятельств. Интересно, по двум линиям звонят. Добрый день. Слушаю вас. Добрый день. Добрый. Я про что? Вы сказали, вот вы, Абик, сказали 0,6 процента по языковому референдуму. Ну, по референдуму надо собрать, да? А у нас, между прочим, сколько я знаю, во всех вместе партиях всего 1 процент состоит. И ничего от имени всего народа правят. Спасибо большое. Интересное, кстати, мнение, это, я думаю, что отдельная тема. Почему у нас партии такие малочисленные? Ну, партии, во-первых, они правят посредством выборов, то есть их избрали. Не просто так, да? Да, не просто так. А то мы тут уже давно сколотили бы свою партию и поруководили бы. На троих. На троих, да? Да, конечно, конечно. По Таркину тоже возьмем. Но он отсутствует, так что да. А вы же знаете, когда создается новое правительство, тогда лучше не отсутствовать. Тогда надо быть поближе к принятию решения, а не в Туркменистане. Вот тут нет больших. Но я думаю, что в этой ситуации то, что партии немногочисленны, это и есть проблема Латвии. И, с другой стороны, я думаю, эта проблема такая глобальная, потому что люди все меньше интересуются реальной политикой посредством партийского представительства. Ну, и прямой зависимости все-таки нет между 10 тысячами подписей за инициацию или законопроекта, или какого-то референдума и количеством членов партии, да? А вот сколько людей, я думаю, на мой взгляд, здесь важно число, сколько в абсолютном количестве проголосовало за ту или иную партию. Да, это тоже, можно считать, что это ее сторонники в какой-то степени, да. Ну, да, по крайней мере на тот период. Или партия представляет их. Да. Или представляет их. Да. И эти числа уже значительны, хотя, конечно, всегда может случиться такой конфуз, как с партией Реформ. Это еще одна особенность нашей политики, когда быстро созданные перед выборами партии всегда получают довольно хороший результат. А, давайте спишем партию Реформу Заттлерса. Спишем? Нет, ну, спишем на посткризисный синдром. То есть, действительно вы думаете, что эта партия недолговечна, Филипп? Я думаю, что пока что она не подает признаков долговечности. Жизни, я бы даже сказал. Нет, жизни есть. Потому что ведь не может быть мертва партия, которая имеет большую фракцию и столько министерских поставок. На самом деле, это вопрос того, как они реформируются. Они пока изменили название, а вот содержание. То есть, куда они денут Заттлерса? Вопрос поставим. Последний вопрос этой серии, как мы знаем, истории, не имея совлагательного наклонения. Вот, Филипп, как вам кажется, если бы все превернулось иначе, я сейчас не беру языковой референдум, это ведь формирование правительства, многие, наверное, забыли, происходило еще до всякого языкового референдума. Вот если бы партия Заттлерса, вернее, Заттлерс держал бы свое слово, как он сказал, что только танками может разрушить наш союз с Центром Согласия, и создал бы коалицию, там, не знаю, с Центром Согласия, еще кого-нибудь прихватив, не знаю, пускай эту шестерку золотую, ну, я так только моделирую, да? Это что-то бы изменило в дальнейшем ход политических событий? Я думаю, что это изменило бы очень сильно. Я еще с коллегами тут обсуждал, вот это моделировали, что бы происходило с Центром Согласия и какие были бы возможности. Если мы смотрим на латышский спектр избирателей, там сыты этой политикой все, по уши, наелись. И Центром Согласия могла быть очень серьезная альтернатива в правильном позиционировании в языковом референдуме на поле латышского электората. Я думаю, что Центром Согласия... Не было бы референдума? Во-первых, не было бы референдума. Тут однозначно, если бы Центр Согласия в лице Рижского родоначальника не поддержал, это сбор подписи референдума не было, но то, что Центр Согласия упустил возможность сыграть на поле латышкоязычного электората за счет того, что латышкоязычный электорат сыт своими политиками вот так, так я думаю, что в этой ситуации это и главная потеря. Ясно. Ну, это, наверное, требует отдельного анализа. Никита здесь многозащитно молчит. Ну, мне тяжело, конечно, комментировать такие вещи. Я могу только сказать, что, безусловно, мы должны учиться на своих ошибках, чтобы не допускать их в будущем. Я просто не участвовал, к счастью или, к сожалению, в процессе коллекционных переговоров, поэтому мне довольно тяжело комментировать. Это тем более за руководителей Центра Согласия. Ясно. Ну, в любом случае, интересно у нас была сегодня дискуссия. Никита Никифоров, депутат Сейма, политолог Филипп Раевский. Я думаю, что вообще мы еще в таком составе обязательно тоже соберемся через какое-то время и еще подискутируем. Может быть, жизнь нам подкинет еще какие-нибудь интересные вопросы. Вдруг изменения. А мы опять встретимся в рамках этой передачи в следующий четверг, в 18.07. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...